Девушки отдыхают Что было бы сейчас в наше время И вообще, было бы ли оно И мы с вами Мой прадедушка был героем Он сражался в этой страшной войне Для того, чтобы мы сейчас жили счастливо Чтобы любили свою родину и знали ее историю Он умер 24 ноября 1989 года Теперь его нет с нами Но мы всегда помним и любим его Я могу и хочу гордиться нашими ветеранами Низкий им поклон Из сочинения учащейся у Варовичской средней школы Яны Будниковой В 1942 году оккупанты убили по одним источникам Около 250 жителей Тогда еще деревни Уваровичи По другим, основанным на воспоминаниях местных жителей Более 600 Еще 399 сельчан погибли на фронтах Великой Отечественной Хотя и эта цифра, вероятнее всего, является неполной Во всяком случае, даже сегодня Жителей в горпоселке примерно столько же Сколько было в предвоенных 30-х Не в последнюю очередь по этой причине Открыть музейную комнату решение не случайное Как не случайно и место ее расположения Во-первых, со свободными помещениями в Уваровичах есть проблемы Во-вторых, здесь экспонаты, во всяком случае, будут под надежной охраной Есть еще одна причина Когда-то в этом учебном учреждении работали 30 учителей-участников войны Соответствующий стенд школьники создали по архивным материалам Теперь его можно увидеть в фойе При этом некоторые фото удалось восстановить Только благодаря современным компьютерным программам То ли действительно не любили ветераны фотографироваться То ли самих фотографий по разным причинам не сохранилось Домой с войны в Уваровичах в свое время вернулось почти 250 человек Однако сегодня здесь живет всего один ветеран Идея создать музей о погибших и выживших земляках Разилась в 2009-м Инициативная группа обошла буквально каждый дом Кто-то отдавал фотографии и наградные книжки Кто-то личные вещи Причем, если вначале дело двигалось с трудом Не все готовы были расстаться с семейными реликвиями Но потом пришло понимание Это нужно для всех Первые экскурсии проводила инициатор создания музея Председатель поселкового совета ветеранов Любовь Родова Теперь она готовит в качестве экскурсоводов Учащихся 8-9 классов Молодежи эта тема вообще оказалась интересной Тем более, что здесь все не просто о войне А об участии в ней конкретных прабабушек и прадедушек Очень интересно им Очень интересно И посмотрят, дайте потрогать Им хочется все это руками прощупать Прикоснуться Для них это свято Потом они уже теперь приходят А у меня вот дома есть то Можно мы им пронесем Это уже будет пополняться Но пока вы видите, что тесновато здесь Вот еще окно закроем И на окне будем тоже экспонаты потом вывешивать Память о прошлом сегодня стремятся сохранить Не только на Будокошелевщине Тем более, что времени для этого остается все меньше В 29 первичных ветеранских организациях Гомельского района На момент создания этой программы Было всего 66 участников Великой Отечественной Причем в 8 организациях Их нет вообще Если имена погибших на фронтах Хотя бы частично можно увидеть на памятниках То ушедшие из жизни в послевоенное время Обычно даже в списках память не значится Работа очень кропотливая, большая Те участники войны, которые с победой вернулись С фронтов Отечественной войны И вот за 70 лет они уже ушли в жизни Мы их всех восстановили Чтобы занести в книгу память Я пользовался архивом В сельском совете же по хозяйственной книге Потому что здесь надо было Участника войны, который пришел с фронта Знать его год рождения И когда же он умер Поэтому все это можно было взять в книгах А кое-что можно было и в родине Которая проживает где-то Которая тоже знает что-то Если те, кто уже ушел из жизни Ничего не расскажут То живые участники войны Сегодня могут рассказать многое Александр Подлипский в Красную Армию Пытался записаться еще в 41-м Однако тогда ему по каким-то неизвестным До сих пор причинам отказали Вроде бы и 10 классов закончил Что по тем временам было не таким уже распространенным явлением А потому как минимум в школу младших командиров претендовал Однако не сложилось И вскоре Александр воочию увидел Что такое нацистский новый порядок Это позже он узнал С этой целью был разработан Особый свод правил поведения на оккупированной территории Который вменялся в обязанности Каждому военнослужащему вермахта Его положения были закреплены В памятке немецкого солдата У тебя нет сердца и нервов На войне они не нужны Уничтожь в себе жалости, сострадания Убивай всякого русского Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина Мальчик или девочка Убивай, этим ты спасешь себя от гибели Обеспечишь будущее своей семьи И прославишься навек Приехали отряд фашистов Всех людей согнали в деревню На видное место Две женщины были ранены Не хотели идти, всех собрали В том числе там и я был Окружили нас немцы пулеметами Поставили пулеметные точки И с толпы начали людей вытаскивать Пять мужчин поставили И шестую женщину И на наших глазах расстреляли Орден Отечественной войны Три медали за отвагу Медали за боевые заслуги За взятие Кёнигсберга Вначале партизанский связной Потом боец Красной Армии Участник операции Багратион Командир расчета пулемета Максим Александр Подлипский Мог много раз погибнуть Однако, видно, судьба у него была другая Кстати, 28 апреля Он отметил свой 93-й день рождения Мне было два помощника Зарядяющий, наводящий Но я как командир расчета Мы вели целый день бой Немцы хотели нас столкнуть До десяти раз Атаковали нас Притом их, наверное, там напоили Психическая атака Вот мы и нас перли И потом Не помню, какая там Шестая или седьмая атака Немцы прутся Я даю команду Никто не отвечает Посмотрю, все мертвые Я остался один на один С пулеметом максимум И так вел бой До темноты А ночью Поздно ночью Пришли, меня Забрали Я не могу оставить это место Без командира Впрочем, поучиться у настоящих ветеранов Можно не только мужеству и преданности Воинскому долгу Житель деревни Романовича Иван Хархулев Домой вернулся в июле 45-го Но почти еще два года Восстанавливался после ранения И уже имея статус инвалида второй группы 54 года проработал в хозяйстве Это сейчас мы говорим об инновационных технологиях И технике с GPS-навигацией А ведь 70 лет назад Даже слов таких не знали Колхоз восстанавливали Ушел вручную Техники никакой не было Было только один ЗИС Пять Битый И полуторка И все А все вручную На конях Коней мало было И все это досталось Женщинам в основном День и ночь работали И в конце концов Комсомол Гомельщины Стал передовой И не только в области А даже в республике Несмотря на 90 лет Борис Штутин Из поселка Чонки Чувствует себя Похоже значительно Моложе этого возраста В Красную Армию Его призвали в 43-м Однако воевать ему пришлось Еще несколько лет После окончания Великой Отечественной Войной После войны Для него стало Уничтожение Бандеровских банд С восстановлением Советской власти На территории Украины Эти формирования Действовали против Военнослужащих Красной Армии Внутренних и погранвойск Советских и партийных работников Колхозных активистов Представителей интеллигенции Приехавших с Востока А также лиц Из числа местного Гражданского населения Заподозренных В лояльности Советской власти Нам бросили гранату Под колеса И мы все улетели В Кувет Два человека погибло Я не помню Ничего Уже без сознания Когда очутился В госпитале Три дня без сознания Я был Потом очнулся У меня вся правая половина Не работала Челюсть была Не работала Мне только поили Жидким Чаем Компотом Все Двадцать дней Но в отпуск Не опускали Не было Такого состава Личного Чтоб кого-то Отпустить Я был Сержантом Командиром Стрелкового отделения Сам я был Снайпер Несмотря ни на что Каждый год Они собираются вместе Ветераны Великой Отечественной Проживающие в приграничных регионах Беларуси и Украины В этом году Местом встречи стал Брагинский район Куда 23 февраля Приехал и житель Черниговщины Анатолий Шкурко Участник боев За городской поселок Комарин Первого населенного пункта Беларуси Освобожденного От оккупантов Сказали Что утром Это уже вечером было Утром Вы будете Переправляться На ту сторону Днепра И кто с вас Переберется И небольшой Плацдарм Отвоюет Будет Присвоено звание Героя Советского Союза И вот утром Настало Нас солдаты водят И значит Тут лодки В общем много-много Материалов Вдоль Днепра И вот Выводят там Дают плагу Ну вы плагу знаете Что такое Или нет Ну вот Такой брус Из сарая Ложите оружие У меня оружие Конечно дали Вот эту винтовку Одиннадцатую Или какого-то года Здоровую Такую Негеморную И с таким штыком И Ну никак Я с ней не могу Справиться Короче Положил И счет со мною Три человека Я их не помню Нас оттолкнули И мы должны Гребти И на ту сторону Анатолий Шкурку Один из последних Живущих сегодня Участников Начала освобождения Беларуси В музее Комаринской средней школы Украинским гостям Показывают документы Рассказывающие О боях За городской поселок 20 героев Советского Союза Получивших это звание За освобождение Населенного пункта И два почетных Гражданина Комарина Старшик Николай Иванович Новиков Николай Михайлович Являются почетными Гражданами Комарина Старшик Николай Иванович Отличился в боях За освобождение Комаринского района В сентябре 1943 года Полк под его командованием На подручных средствах Первым дивизией Форсировал Днепр Новиков Николай Михайлович С передовой группой В 50 человек Форсировал Днепр Овладел городским Поселком Комарин И удерживал его До подхода Основных сил полка Возложение венков К памятникам погибших Тоже традиция Которая не нарушается Никогда Тем более что Практически в каждом месте Захоронения уроженцы Украины Непосредственно В самом Комарине Останки 699 воинов На мемориальных плитах Братской могилы В деревне Осаревичи Фамилии еще 56 человек В том числе Двух украинских партизан Расстрелянных оккупантами В 43-м Здесь же делегация Черниговского района Презентует специальный сборник Изданный к 70-летию освобождения На его страницах Не просто перечислены Все местные воинские памятники Но и рассказано О каждом погибшем Чтобы, говорят, ныне живущие Точно знали Кто и за что боролся На Черниговщине Также считают необходимым Заниматься патриотической работой На примерах Великой Отечественной 2013-2014 год Готовясь к 70-летию победы День в день приходилось Сидеть за интернетом Компьютером Составлять Потом, соответственно Собирать еще плюс материалы Из села Просматривать книги В которых идет описание боев На территории района И таким образом Книга получилась Именно о тех памятниках О тех людях Которые в нашем Черниговском районе Сегодняшним несовершеннолетним Наверное, тяжело понять Ужасы войны Пережитые теперь уже Их прабабушками И прадедушками Хотя говорить Об отсутствии у них Исторической памяти Тоже нельзя В этом году В Красненской средней школе Гомельского района Центральное событие Республиканского субботника Помощь ветеранам Великой Отечественной Хотя дело Даже не в проведении Каких-то конкретных работ Это еще лет 20 тому назад Организовать встречу с ветераном Большой проблемой не было Сегодня настоящих свидетелей истории Не так уж и много Совсем недавно К нам приезжали Из района Совет ветеранов То есть ветераны Рассказывали детям И младше И среднего возраста И старшего возраста Свои воспоминания Какие-то Дети Хотя возможно Может быть Не хотели Да, например Слушать Но когда они видят Этого человека Который пережил что-то У них совсем по-другому Складывается восприятие И поэтому я не могу сказать Что дети войне Чего-то не знают Может быть Не так глубоко Они так все понимают Как взрослые Но у них есть Вот это представление Они понимают Что войны быть не должно Вера Зайцева Сегодня имеет Официальный статус Участника Великой Отечественной С Красненской Средней школой У нее уже можно сказать Давние дружеские отношения Впрочем Сейчас для ветерана Главное даже не помощь По хозяйству А живое общение Быть партизанской связной Тем более В несовершеннолетнем возрасте Настоящий подвиг Сколько ее ровесников Окупанты расстреляли Счет на тысячи Вере Зайцевой повезло выжить Хотя тяжелую руку карателей На себе все-таки она испытала Счетовцы мы звали О, Счетовцы Они у таких площадок У черных И вот я бегла С подружки А им время Должно вот так Тихий час Как заведеться И мы должны Учен быть в домах Учен на своих местах Быть И я бегла С подружки Бегут Не знаю уже Хорошится Вот еще И он идет Киндер хай Я встала Стою так А он вот такой Хветом И так маханул И как раз По месе Вот тут вот По голове Так очканул И тут Гетто по ногах Ну я и под забор Закатила тебя Детка Дружба не живая Почти Там-ка соседи Уже о чем пошел Соседи Прошли Масты Сказали Говорит Малька Иди Твоя вера Там-ка под забором Глянь Она выскачала Иди Ну тут бабы Выскачали Деньги Сквачили уже Участники Великой Отечественной Уходят даже не каждый год Каждый месяц Многие не успев Получить свои заслуженные Боевые награды Те кто смог Счастливы наверное В двойне И не только потому Что ордена и медали Украсят их военные кители Михаил Речков Кавалер двух орденов Красной звезды И ордена Отечественной войны Однако почти 40 лет Его искала еще одна награда Боевая медаль За отвагу Эти люди сделали все Чтобы мы жили Теперь настала наша очередь Отдать свой долг И меня как участника войны Всегда за сердцем стремит Что мы Участники Великой Отечественной войны Сейчас находимся Так же как в бою Уходят люди из жизни И я однажды Послушал такое стихотворение Его изучил И всегда вот Когда перед учениками выступаю Говорю что товарищи Вот так и так Мы уходим из жизни Ветеранов у нас становится Не забывайте нас Помните всегда о нас И он уйдет Свидетель битвы грозной С букетом роз Фиалок полевых Запоминайте их Пока не поздно Пока они живут Среди живых Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok